Добрый вечер! Вы смотрите Катунь Лайв Здоровье. Здоровые, красивые зубы – признак сильного и крепкого организма. И сегодня существует огромный арсенал технологий для создания белоснежной и сверкающей улыбки. Так как сохранить здоровье зубов и как их лечить? Об этом поговорим сегодня. С вами врач-невролог высшей категории Лариса Ольмяшева. А за звонки от телезрителей отвечает Екатерина Варкентин. Здравствуйте! Телефон прямого эфира 5 5 0. Звоните и задавайте свои вопросы нашим экспертам, а они на них ответят. И у нас в гостях стоматолог, терапевт, стоматолог-ортопед, директор студии превентивной стоматологии, фреш-стоматологии Мария Рязанова. Добрый вечер, Мария Сергеевна! Здравствуйте, Мария Сергеевна! Мария Сергеевна, а вот какие причины болезни зубов существуют и что к ним приводит? Ну, вы знаете, это достаточно обширная тема, которая, конечно, может занять целый блок, но мы выделяем несколько причин. Да, возьмем самые важные. Да, помимо того, что существуют, конечно, наследственные формы заболеваний, зубов и полости рта, и, безусловно, мы сегодня их касаться не будем, потому что они разбираются в индивидуальном порядке. Но если мы будем в классическом варианте рассматривать все-таки такие заболевания, как кариес, такие заболевания, как парадонтит, о которых, я думаю, что мы сегодня поговорим более подробно, то, безусловно, это причины всем известные. Это способы ухода за полостью рта, то есть это уровень домашней гигиены, это своевременное обращение к специалистам и профессиональный подход как к гигиене, так и к лечению зубов. Это тип питания, что в современном мире тоже очень важно, потому что мы все чаще и чаще обращаем на это внимание. Ну и, безусловно, соматические патологии тоже, особенно такие, как, например, сахарный диабет, имеют очень большое значение для развития именно стоматологических заболеваний. Я думаю, что вы нам подробнее расскажете, как ухаживать. Вы принесли столько много интересного на студию. А пока мы поговорим о последствиях зубных поражений. Мария Сергеевна, каким опасным нарушениям в организме и патологиям могут привести воспалительные заболевания в ротовой полости? Давайте тоже так будем говорить, что зубочелюстной функциональной системы отдельно от всего организма не существует. Она не функционирует самостоятельно. Да, организм — это единое целое. Да. Она, безусловно, связана с желудочно-кишечным трактом, который при отсутствии зубов пострадает, будут различного рода воспалительные заболевания, неперевариваемость пищи, нарушение выделения ферментов в желудочно-кишечном тракте. А по статистике, например, в Алтайском крае уже 25% среди 18-летней молодёжи имеют хотя бы один удалённый зуб. И, соответственно, это снижает эффективность пережёвывания пищи. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Лариса Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Из Москвы у меня такой вопрос. Если удалять зубные камни, вот когда у меня была зубной камень, может ли это привести к кариесу зубов? Спасибо большое за вопрос. Удаление зубного камня приводит к развитию кариеса или, наоборот, препятствует его развитию? Нет, мы не можем говорить, что наличие именно зубного камня влияет как-то на развитие кариозного процесса. Безусловно, нет. Мягкий налёт – да. Зубной камень – это скорее отложения, которые влияют на воспаление краевой части парадонта. Десны. Пациенты знают этот элемент как десну. И непосредственно удаление этого элемента никаким образом на возникновение кариозного процесса не влияет. Нет. Единственное, что рядом с этими отложениями, либо под этими отложениями, кариес уже просто мог сформироваться. Кариес корня, кариес эмали. Спасибо за ответ. Мы остановились на том, что происходит с желудочно-кишечным трактом, если есть патология ротовой полости. С желудочным трактом я как раз уже обговорила. Хотела перейти к другим системам органов, на которые имеют влияние воспалительные агенты или воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта. Потому что это ассоциированная микрофлора. И очень часто она ассоциирована с несколькими системами, с такими, как сердечно-сосудистая система. И чаще всего это влияет именно на клапан, вызывая воспаление сердечных клапанов, и потом недостаточно сердечных клапанов. Это очень сильно влияет на мочевыводящую систему, в частности, на почки. Например, при заболеваниях парадонта, при обострениях заболевания парадонта, часто сочетано идет обострение хронического пиелонефрита, например. И очень часто это сопряжено с опорно-двигательным аппаратом, то есть с суставами. Вплоть до аутоиммунных поражений суставов начинают разбираться и приходят к тому, что всю жизнь сопровождающееся воспаление в виде парадонтита сыграло свою роль и оказало воздействие именно на формирование этого заболевания. То есть, проводя профилактику патологии заболеваний полости рта, мы снижаем риск развития серьезных заболеваний, которые могут развиться в организме. Ну и давайте поговорим о том, с какими проблемами люди чаще всего к вам обращаются. Я, безусловно, я врач на сегодняшний день частной стоматологии, хотя 8 лет проработала ассистентом кафедры ортопедической стоматологии, и свой прием мы там тоже ввели. Простите, пожалуйста. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. В какой поликлинике хорошо отбеливают зубы? В какой поликлинике хорошо отбеливают зубы? Правильно мы вас поняли? Да. Мэри Сергеевна? Я не могу, я так не умею рекомендовать других докторов у себя лучше, чтобы пациенты выбирали все самостоятельно. Нужно проанализировать рынок, посмотреть. И, как я все время всегда говорю всем своим пациентам на консультации, что вы должны сойтись с доктором, у вас должно возникнуть полное доверие. Вот там, где у вас возникнет доверие к специалисту, там, где вам будет понятно все, и не останется вопросов, а почему так, а почему не так, а возможно вредно, а возможно не вредно, вот там и стоит отбеливать зубы. Соглашусь, как говорят, у каждого доктора есть свой пациент, и у каждого пациента есть свой доктор. Так все-таки с какими чаще всего причинами к вам обращались, когда вы были ассистентом кафедры стоматологии? Это чаще всего болевая реакция. Безусловно, сейчас пациенты в поликлинику обращаются все-таки с какой-то проблемой. Чаще это боль, боль самостоятельная, самопроизвольная, боль во время накусывания на зуб. К парадонтологам обращаются чаще всего, когда точно так же кровит, десна, десна воспалена, пациенты знают уже все эти признаки, либо болезненные какие-то ощущения появляются. А вот в частную стоматологию на сегодняшний день пациенты уже все-таки, что безусловно не может не радовать, обращаются с комплексным подходом. Это великолепно, когда люди первично приходят на консультацию и просят озвучить все проблемы и составить полный план лечения, и из этого плана лечения сформировать уже выполняемый план. Это, конечно, очень-очень радует. Соглашусь. И еще хотела спросить, а вот как часто приходит, когда вообще ничего не беспокоит, просто профилактически, например, сделать отбеливание или просто на профосмотр? Ну, тоже смотрите. Поскольку я являюсь директором и практикующим доктором именно в превентивной стоматологии, а это стоматология, которая занимается профилактикой заболеваний стоматологических, в том числе профилактикой кариеса, то есть если по-простому сказать, то мы выполняем гигиену, гигиенические мероприятия, лечение легкой степени парадонтита, легкой и средней степени парадонтита, ну и профилактика дисколоритов, то есть отбеливание зубов. Поэтому я сталкиваюсь с этим достаточно часто. У меня великолепные пациенты в этом плане, которые действительно следят. Если я им сказала приходить три раза в год, значит, они приходят три раза в год. Молодцы. Молодцы, Мария Сергеевна, пациенты ваши тоже молодцы. А давайте тогда поговорим с вами о том, что такое кариес. Вот мне пришел пациент раз в полгода, как вы сказали, и у него появился кариес. Что это такое, как проявляется, какая клиника? Давайте я здесь сейчас посмотрю. На самом деле есть кариесный процесс, но это великолепная модель или нет? Нет, он есть, он есть, он даже разной степени, разного расположения по поверхностям. Но кариес – это инфекционный процесс. Кто бы что ни говорил, кариес обусловлен. Это давайте буду по-простому объяснять, но что все-таки направлено сегодняшнее мое выступление на пациентов, не на докторов. Это нарушение структуры эмалии или нарушение структуры дентина с возникновением полости. И кариес – процесс инфекционный, то есть вызван он бактерии, которые обитают в полости рта. Это стрептококк, стрептококк-мьютанс он называется. Все остальные факторы являются осложняющими, ухудшающими течение кариозного процесса, либо мешающими распространению кариозного процесса. Этих факторов много, мы тоже о них, я надеюсь, поговорим. Но в основе это в любом случае инфекционный процесс. А что такое пульпит? Это уже, наверное, запущенный кариес. Да, пульпит – это уже осложнение кариозного процесса. Вот когда была полость в зубе, на боковой поверхности между зубами или на жевательной поверхности, эта полость проникла настолько глубоко, что внутри зуба содержимое полости, а это комплекс сосудов, комплекс нервов в паранхематозной ткани, это все воспаляется. И это состояние пульпит приводит к тому, что нам нужно это все содержимое удалить, вычистить и запломбировать корневые каналы, ну и, соответственно, там дальше уже полость зуба. То есть это воспалительное заболевание содержимого внутренней части зуба. Спасибо. Это когда не пришли вовремя, да? Это когда не пришли вовремя, да, безусловно. Катя, это считается по международной классификации болезней, это уже осложнение кариозного процесса. Катя, у нас есть какие-то вопросы, которые задают наши телезрители? Да, наверное, такой популярный вопрос – это воспаление, которое в простонародне называют флюс. Что к этому приводит, как лечить и вообще можно ли лечить в домашних условиях? Многие там иголочкой прокалывают, еще что-то делают. Флюс – это тоже запущенный процесс сразу, ни в коем случае в домашних условиях лечить это нельзя. Вот вы сейчас в данный момент показываете не совсем флюс, это скорее свищ. Это одна из форм периодонтита, когда был кариес, потом пульпит, потом периодонтит. И вот это одна из сложных форм периодонтита. Флюс – это воспалительный процесс, который вышел в поднадкосничное пространство челюсти и скопился там. Возникает отек, поднимается надкосница, возникает отек вокруг мягких тканей. И все это опасно возникновением абсцессов, ограниченных воспалений. Флегмон – это разлитых воспалений, которые переходят в подчелюстные, в подглазничные пространства и на шею. Дома категорически нельзя лечить. Дома категорически нельзя лечить никакое сухое тепло, никакие бани, никакое сало аспирин и не дай бог. Это очень и очень, опять же повторюсь, опасное заболевание, которое уже лечится либо амбулаторно в хирургии, либо даже в стационаре. Но вот еще говорят, что придется удалять зуб, если вот флюс возник. Правда ли это или все-таки нет? Если все-таки мы говорим о переостите, о тяжелой форме переостита, то скорее всего да, вероятнее всего да. И давайте поговорим о том, как сохранить зубы здоровыми. Давайте вы покажете нам, как правильно пользоваться щеткой, как часто нужно чистить. У нас полторы минуты, постарайтесь самые важные вещи рассказать нашим телезрителям. Вот если мы говорим о самой важной вещи, то тогда, во-первых, это посещение врача-стоматолога раз в полгода. Такие сроки придуманы не зря. Это как раз необходимое время для возникновения кариозного процесса, для начала кариозного процесса. Во-вторых, это налаженное, сочетание налаженной профессиональной и домашней гигиены. Профессиональная гигиена раз в полгода, раз в три или в четыре месяца, в зависимости от того, какое заболевание, как показано и прописано стоматологом. А домашняя гигиена — это не только зубная щетка и зубная паста с правильной техникой, но это и дополнительные вспомогательные средства. Это должен уже индивидуально для вас подобрать врач-стоматолог. И ещё один очень важный момент, особенно для деток, но и для взрослых он тоже имеет значение, — это питьевой режим и правильное окончание пищи. Потому что если вы завершаете свой приём пищи чашкой чая с какой-нибудь булочкой, с печеньем, с любой углеводистой пищей, то, безусловно, формирование липкого налёта ускорит возникновение кариозного процесса. Факторов много, на самом деле, и за полторы минуты очень трудно. Мы, если что, вернёмся к этому в следующем блоге. Мы прервёмся, да, буквально на несколько минут. Напоминаем, что на студии директор фреш-стоматологии, врач-стоматолог Рязанова Мария Сергеевна. Буквально через несколько минут вернёмся в студию снова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Добрый вечер! Вы смотрите Катунь Лайв Здоровье. Сегодня мы говорим о здоровье зубов, как лечится парадонтоз и как правильно ухаживать за полостью рта. Об этом поговорим сегодня с врачом-стоматологом, терапевтом, стоматологом-ортодонтом, директором студии превентивной стоматологии, фреш-стоматологии Марии Рязановой. Мария Сергеевна, мы продолжаем. Остановились на очень важной, интересной теме. Так всё-таки, как проводить профилактику заболеваний полости рта? Вам слово. Да, мы остановились на том, что зубной щётки и зубной пасты недостаточно для домашней гигиены. Домашняя гигиена играет огромную важную роль в профилактике кариеса и его осложнений, ну и в профилактике воспалительных заболеваний в том числе. То есть, чем лучше домашняя гигиена, чем чище, тем всё прекраснее. Вы нам покажете, какие есть способы чистки зубов? Они есть разные? Да, они есть разные. У меня сегодня с собой зубная щётка только для одной техники чистки. Потому что, как бы это странно ни звучало, от вида зубной щётки очень сильно зависит техника. Даже от степени жёсткости щетины зависит техника чистки зубов. И, конечно, мне не хотелось бы выдавать общую информацию, потому что каждому пациенту индивидуально подбирается, какой жёсткости щетина будет, мягкая это будет, либо средней степени жёсткости, в зависимости от этого техника. Но я хотела бы остановиться на том и сказать, что помимо зубной щётки и зубной пасты, должно быть в вашей ванной комнате и в арсенале гигиены домашней. Это в обязательном порядке зубная нить. Потому что у взрослых людей кариес чаще всего развивается в межзубных промежутках. Поэтому гигиена межзубной нитью должна быть ежедневная. Хотя бы один раз в день, например, вечером, перед сном, когда полностью очищены зубы, и обязательно используется межзубная нить. Следующий элемент – это скребок для языка. Давайте посмотрим, да, что у вас ещё есть. У меня здесь разные модели, пока скребка для языка здесь нет. Но скребок для языка, потому что на самом деле самое большое количество налёта скапливается именно на спинке языка. Его тоже нужно очищать. И я не рекомендую это делать зубной щёткой, потому что здесь всё-таки щетина, которая будет в значительной степени обсеменена микроорганизмами. И дальше это будет всё переноситься на зубы. И обязательно точно так же я всегда рекомендую своим пациентам иметь ополаскиватель. Тот, который вам нравится. Если только не назначен какой-то ополаскиватель с содержанием антисептика от врача-стоматолога, тогда тот, который вам нравится. Желательно без спиртового содержимого, потому что спирт действует высушивающим образом, сушит слизистую оболочку. Но для чего он нам нужен? Потому что все остальные ткани точно так же нуждаются в очищении. Для того, чтобы иммунитет полустирта работал очень хорошо. Резюмирую. А жевательные резинки не в качестве рекламы? Можно или нет? Я не против жевательных резинок после еды, как средство восстановления вот этого пресловутого кислотно-щелочного баланса, но не более 10-15 минут именно после еды. И еще один очень важный вопрос, который тоже мне задают чаще всего пациенты, я думаю, у зрителей он возник. Стоит ли чистить зубы каждый раз после еды и каждый раз после сладкого? Честно, я рекомендую внедрить такую привычку. Если у вас есть возможность после приема пищи, после основного, либо дополнительного приема пищи, почистить зубы, это великолепно. Если нет, тогда существует особо ферментативный продукт, очищающая пенка. Он сейчас очень распространен на рынке, очень доступный по цене, там порядка 200 рублей на месяц. А где он продается? Это специальные стоматологические, да? Нет, это в принципе в очень крупных сетях распространенных его тоже можно купить в масс-маркете. Этот продукт, он так и называется очищающая пенка, там содержится фермент, который дополнительно расщепляет налет, мягкий налет и пигменты, и помогает очищать полость рта. Если и пенки нет под рукой, тогда это полоскание чистой питьевой водой, либо окончание приема пищи какой-то жесткой пищи. Яблоко, например, либо морковь тем, что стимулирует выработку слюны за счет активных пережевывающих жевательных движений. Давайте тогда поговорим с вами все-таки, какие заболевания лечит парадонтолог, да? Перейдем к проблеме парадонтологической. С чем обращаются? Парадонтолог так поэтому и называется, что он лечит заболевания парадонта. Парадонт, я принесла сегодня такой макет. Отлично сегодня, если вы подготовились к эфирам. Да, парадонт — это комплекс тканей, цемента корня зуба, связок, костной ткани и слизистой оболочкой, которая покрывает эту костную ткань. Так вот, воспаляться может не только межзубной сосочек, как часто это видим, и краевые ткани парадонта, но также могут воспаляться связки, может воспаляться кость. И вот при воспалительном заболевании парадонта называется это парадонтит. Идёт активный воспалительный процесс с кровотечением, с гнойотечением и с активным преобладанием разрушения костной ткани. То есть когда кровят дёсна, это значит уже проблема парадонта, да? Это, безусловно, признак воспаления и того, что есть какие-то отложения. Либо мягкий налёт, либо твёрдый, над и поддесневые зубные отложения. А парадонтоз, что это такое и как он лечится? Парадонтоз — это тоже заболевание парадонта. В настоящее время его на самом деле самостоятельно не выделяют. Он с преобладанием дистрофического характера, то есть воспалительного компонента там очень мало, но при этом костная ткань атрофируется. Что парадонтит, что парадонтоз? Давайте я буду в формате всё-таки профессионализма говорить о парадонтите. Парадонтит обусловлен геном. Это генетическое заболевание. Нужно обратить на то, есть ли у ваших ближайших родственников старшего поколения в молодом возрасте, в относительно молодом, я говорю, в возрасте, например, 50-60 лет, множественное отсутствие зубов, когда зубы были здоровые, но они стали подвижными, их пришлось удалить, потому что они перестали, например, держаться в полости рта. И тогда срочно приём к парадонтологу, потому что парадонтит не лечится, его можно только остановить в той стадии, в которой мы его застали. И опять же, основным способом профилактики парадонтита и стабилизации обострений парадонтита будет являться качественная, профессиональная, домашняя гигиена. Как я уже сказала, профессиональная гигиена у таких пациентов должна осуществляться 4 раза в год с полным комплексом лечения. А когда необходимо обратиться за помощью, Мария Сергеевна? Какие есть тревожные звоночки, на которые нужно обратить пациента внимание? Это, безусловно, мы уже сказали о том, что это кровоточивость при чистке зубов. Вы чистите и каждое утро наблюдаете кровь в содержимом ротовой полости. Это воспаление. Если особо внимательные пациенты заглядывают, осматривают себя, они видят, что какая-то часть слизистой оболочки отличается по цвету. Она может быть красная, гиперемирована, а может быть цианатичного оттенка, это синюшный оттенок в области слизистой, прилегающей к зубу. Это должно насторожить. Неприятный запах изо рта, особенно если ближайшее окружение как-то вам об этом намекает, тоже безусловно. И если визуально пациентам видно самостоятельно те отложения, которые появились на зубах. Мария, подскажите, вот за зубами мы выяснили, как ухаживать, а за полостью рта всё-таки есть какой-то эффективный способ ухаживать за полостью рта? Ну, зубы же не отдельно от полости рта, это тоже как элементы. Вот я, когда рассказывала сейчас про гигиену, я всё-таки сказала о том, что ополаскиватель, либо ферментативная пенка, это как раз средство, ухаживающее за полостью рта. А ещё есть такой прибор, который называется ирригатор. Это сейчас тоже очень распространённое слово, люди очень активно внедряют его в свою жизнь. Это, по сути… Хорошая вещь, хочу сказать. Да, очень знакомая. Это, по сути, прибор, в который наливается жидкость, либо специальная, либо обычная чистая вода. И под напором эта вода через специальную насадку подаётся в межзубные промежутки и на десну. Осуществляет очищающее действие и самое важное, особенно для пациентов с парадонтитом, осуществляет гидромассаж. Десны – это как уже физиотерапевтическая процедура. То есть это не только счастливым обладателям брекетов, да? Нет. Ирригатор показан абсолютно всеми. Рекомендую детей с 7-летнего возраста начать уже приучать к ирригатору. И скребок для языка. Вот я ещё тоже уже затрагивала эту тему. Это тоже средство для очищения, ухода за полостью рта. Мария Сергеевна, вот мало тех счастливчиков, которые обладают красивой, белоснежной улыбкой от природы. Как добиться такого результата, чтобы было приятно улыбаться? Что нужно для этого сделать? Ну, во-первых, безусловно, ничего лучше… Вот вы даже нам покажете, да, какие-то вещи. Безусловно, ничего лучше, чем красивые и здоровые, самое главное, зубы нет. Никто не придумал ещё ничего лучше. Поэтому нужно с раннего возраста приучать своих детей, следить самостоятельно за зубами, чтобы они были здоровы. А дальше мы можем осуществлять такие процедуры, как осветление зубов, либо отбеливание зубов. Они отличаются друг от друга, потому что осветление зубов – это профессиональная гигиена, ту, которую выполняет врач-стоматолог в клинике с помощью различных способов. Современный протокол сейчас швейцарский, с помощью суперпорошка на основе эритритола – это мельчайшая вообще частица сахара, фактически шаровидной формы, которая и очищает, и полирует поверхность зуба одновременно. И так мы можем проводить осветление, удаление различных пигментов и налёта с поверхности зуба. А можем проводить и химический процесс внутри зуба для того, чтобы изменить его цвет уже на уровне структуры пигмента, заложенного природой. Может быть, вы нам немножечко расскажете всё-таки про технику. Так мне хочется вас это спросить. Давайте я вам расскажу про технику. Моя любимая щётка. Это тоже швейцарская щётка. Она ультрамягкая. В ней 5460 щетинок в этой щётке. И она соответствует всем правилам, которые определяют современные правила стоматологов. Здесь одна щетина. Она имеет ровный срез. Пучки щетинки посажены плотно. Если мы посмотрим на микроскопической структуре, то под микроскопом, то кончики этой щетинки будут заполированы. Так вот, такой техникой чистки зубов, именно такой щёткой, заключается в лёгких круговых движениях, когда зубная щётка выставляется на границе между зубом и слизистой оболочкой. И вот такими вот лёгкими круговыми движениями вычищается, вычищается, потому что основная зона скопления именно в преддесневой области. То же самое внизу. В преддесневой области. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях была стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопевт, директор студии превентивной стоматологии, фреш-стоматологии Мария Рязанова. Что делать, если зуб невозможно восстановить? Об этом поговорим с врачом-имплантологом буквально через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. А мы продолжаем. Сегодня тема нашей программы – здоровье зубов. Когда необходима имплантация и можно ли на ней сэкономить? Об этом поговорим с хирургом-имплантологом-руководителем клиники «Довинчи» Даниилом Абакумовым. Здравствуйте, Даниил Анатольевич. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Скажите, пожалуйста, в каком случае невозможно сохранить зуб и какие варианты его восстановления на сегодня существуют? Смотрите, я постараюсь как можно более понятно, потому что аудитории сложные термины медицинские воспринимать, поэтому постараюсь простыми словами. По большей части причина удаления зуба – это его максимальное разрушение, когда за него уже невозможно поставить на него ни пломбу, ни коронку. В таком случае приходится менять, скажем так, опору зуба, и тогда приходится уже удалить корень и дальше думать о его восстановлении. Варианты на сегодняшний день их много, но самые современные – это все-таки мастовидные протезы и импланты. Самые современные методы, которые я, по крайней мере, рекомендую – это имплант, потому что в этом случае соседние зубы никаким образом не затрагиваются, то есть их не стачивают. Они абсолютно здоровые, как они стояли, так и стоят. То есть фактически мы просто берем и у зуба меняем опору. Если до этого он стоял с опорой на свой корень, то теперь у него опорой становится титановый искусственный корень. Вот и все. То есть вариант мостов уходит в прошлое? Ну, понимаете как? То есть при наличии на сегодняшний день имплантации, по большому счету, мы даже экономически считали, сделать мост из безметалловой керамики, ну то есть из тонкого материала, когда зуб минимально надо обточить, примерно столько же выходит финансово, что и поставить имплантант, и сделать одиночную коронку, не трогать соседней. Поэтому я считаю, что это более правильный вариант. А вот скажите, сколько времени необходимо ждать после удаления и сколько ходить без зуба? Ну, здесь для кого-то, может быть, это будет и какой-то шокирующей новостью, и открытием, да. Хотя на самом деле современные технологии позволяют вообще нисколько не ждать, и практически в любом случае можно имплант поставить одномоментно с удалением зуба. То есть когда человек приходит в клинику, ему удаляют корень, в лунку этого корня устанавливают имплантант, и если это необходимо, ну, в частности, в эстетически важной зоне, в передней группе зубов, да, то, в принципе, возможно даже сразу установить коронку на этот имплантант, и, по сути, человек даже, ну, окружающий, и никто не будет знать, что он пришёл, ему удалили зуб. То есть так называемый зуб под ключ, да? Ну, примерно так, да. А вот какие обследования необходимо провести перед тем, как ставить имплант? Или можно просто прийти и поставить? Или нужна подготовка? Начинать в любом случае любое стоматологическое лечение, на мой взгляд, необходимо с компьютерной томографией. Компьютерная томография – это 3D-диагностика, это 3D-снимок, где мы можем увидеть полностью все зубы, но не как на панорамном снимке, да, мы можем этот зуб развернуть и увидеть со всех сторон. Точно так же мы можем увидеть объём костной ткани, и на этом снимке как раз мы можем видеть, какого размера имплантант необходимо поставить в ту или иную область, да. Возможно там сделать одномоментную имплантацию, или всё-таки необходимы какие-то дополнительные манипуляции. Ну и не будем забывать, что имплантация, иногда бывают у неё большие очень объёмы, когда мы там восстанавливаем за одну операцию полностью всю челюсть или полностью две челюсти восстанавливаемые на имплантах, это всё равно большая манипуляция, и как в любой хирургии необходимо сдать такие анализы, как общий анализ крови, биохимию, скорость свертывания крови. То есть фактически это подготовка к обычной операции. А пациенты с остеопорозом, да, как вы с ними проводите лечение? Наверное, непростая ситуация. Смотрите, с остеопорозом на самом деле непростая ситуация. И мы обязательно на сегодня при сборе анамнеза, то есть когда мы узнаём у человека, какие у него есть общесоматические заболевания, да, мы обязательно у нас в анкете есть и в том числе остеопороз. И дальше уже совместно с эндокринологами, да, то есть мы находим вот варианты. То есть вы берёте всё-таки из-за таких пациентов? На сегодняшний день сахарный, вот понимаете как, сахарный диабет, да, и остеопороз. Хочется, чтобы вы сказали, что берёте за всех. Ну понимаете как, медицина, не берёмся за всех, да, но может быть и берёмся, но предварительно скорректировав то лечение, которое проходит у узкого специалиста. Это да, то есть совместно это всё возможно. Спасибо. Катя, какие-то вопросы есть у телезрителей? Да, конечно, тема очень такая животрепещущая. Но вот всё-таки срок службы импланта очень волнует наших зрителей. И вообще есть ли необходимость его менять, если вы установили? Ну вопрос на самом деле интересный, да, потому что фактически и зубы-то нам даны на всю жизнь, да, вот. Но бывают такие ситуации, когда мы их теряем по тем или иным причинам. С имплантом та же самая история. Когда хирург-имплантолог устанавливает имплантант, фактически мы рассчитываем на то, что он ставится на всю жизнь. Хирург-имплантолог, в свою очередь, со своей стороны делает все манипуляции максимально правильно, создаёт костные условия, наращивает десну, если её мало, да, вот. Врач-ортопед делает правильную коронку, чтобы под ней ничего не забивалось. А с точки зрения пациента, да, как и со своими зубами, обязательно необходимо, чтобы у него была хорошая гигиена, то, о чём Мария только что всем нам рассказала. То есть за этими зубами, да, за имплантами нужно ухаживать так же бережно, как и за своими? Ничем не отличается? Ничем не отличается, то есть гигиена должна быть очень тщательная. А бывает такое, когда невозможно установить имплант? Бывают сложные ситуации, да, и фактически эти сложные ситуации заключаются в малом количестве, в малом объёме костной ткани. То есть когда у нас есть имплантант определённого размера, ну, скажем так, минимального, да, но костной ткани, по снимку, о котором мы только что проговорили… Не хватает, да? Ну, не хватает, да. Но современные методики позволяют эту костную ткань на сегодня наращивать. Это операция синус-лифтинг, да? Когда мы в гайморовой пазухе наращиваем костную ткань. Потом поговорим подробнее. Да. Можно говорить о костно-пластических операциях, когда мы наращиваем, там, ширину создаём, да, костной ткани. То есть, ну, практически всегда возможно с помощью имплантов восстановить костные зубы. Извините, перебью вас, у нас ещё, у наших зрителей очень интересует, как долго заживает всё-таки после такой процедуры. Имплантант, он фактически кость должна срастись с имплантом. И по времени это занимает от двух с половиной-трёх месяцев. То есть это вот такой минимальный период, но за этот период времени, как уже говорил, не обязательно, что у человека нет зуба, да, то есть он может с временем ходить. Ну и, соответственно, если там будут какие-то костно-пластические операции, когда мы увеличиваем объём костной ткани, то здесь, конечно, период, он может увеличиваться и до полугода. Бывают, ну, на самом деле, сложные периоды, когда мы пациента и год можем восстанавливать полностью всю зубочелюстную систему. А как-то нарушается жевательная функция, когда стоит имплант, но ещё нет коронки? Ну, конечно, то есть если стоит имплант, но ещё не установили коронку, то как бы этой области уживать невозможно. Но мы понимаем, что если, допустим, у человека нет зуба, да, то, ну, если совсем нет зубов, да, то когда мы тотальную реабилитацию проводим, когда мы полностью все зубы заменяем, мы в любом случае делаем протезы, но они несъёмные, да, они уже крепятся на эти импланты. То есть мы всегда пытаемся человеку дать полную реабилитацию, как эстетическую, так и функциональную. А вообще сколько вот одномоментно можно поставить имплантов? Ну, на самом деле, как таковых ограничений нет, да. То есть при соблюдении там всех правил есть вообще концепция, когда всё за одну операцию делают. Единственное, это сложно с точки зрения, ну, время препровождения в кресле стоматологическом, вот, поэтому обычно такие большие манипуляции делаются под седацией. А под общим наркозом? Можно как под общим наркозом, так и под седацией. То есть когда человек просто фактически спит, да, потом просыпается, у него всё сделано. А скажите, у вас есть в клинике возможность проведения под общим наркозом? Потому что я знаю, что не все клиники под общим наркозом работают. Да, мы буквально, ну, около года назад открыли анестезиологическое отделение, вот, и мы привезли в Барнаул все самые современные технологии и анестезиологии. Вот, у нас можно как под общим наркозом, под наркозом с севараном пройти лечение, это прям наркоз. Можно под седацией с применением такого препарата, как пропофол, и в детской стоматологии мы применяем закись азота. То есть детям вы тоже делаете, да? Ну, это не, ну, как бы детям и под наркозом можно лечить, но можно и под закисью азота. Это отдельная, прям такая, отдельный пласт. Он потихоньку, как обычно, с запада на нас двигается. В Москве и в Питере это уже, ну, такая повседневная вещь. У нас в Барнауле вот только пришла эта технология, вот. Я лично специально летал в Москву, лежал, дышал тем газом. Как ощущения? Ощущения, знаете, как будто вот у нас как-то организовано в кресле, но над креслом сверху висит телевизор, где показывают фильмы или мультики, в зависимости от темы, кому делают. То есть это детям как раз, да? Вот и взрослым тоже можно, да. У взрослых, поверьте, тоже страхи не меньше, чем детские. Есть, да, к стоматологам, поэтому для них это тоже работает. Плюс этот метод отключает рвотный рефлекс. То есть есть люди, у которых с этим есть большие проблемы. Как выбрать имплант? Ну, смотрите, я скажу так, что на сегодняшний день имплантов огромное количество производителей, но я оговорюсь о том, что я говорю о классических винтовых, ну, скажем так, винтовых имплантах. Потому что есть поднадкосничные, есть мини-импланты. На мой взгляд, это все, ну, такие альтернативные методы, да. Но из тех имплантов, которые все, скажем так, сейчас используют, из самых распространенных винтовых, можно выбирать различные. Доктор, он, поверьте, он заинтересован, чтобы результат самой имплантации, финала, да, был положительный. Доктор не будет работать плохими имплантами. Но самое важное выбрать все-таки доктора, потому что можно поставить самый дорогой имплантант так, что это будет не очень успешно, а можно, скажем, знаете, как говорят, золотыми руками и обычный имплант поставить так, что он всю жизнь будет служить. Поэтому, знаете, как один профессор, которым ездили учиться, он сказал так, вы же не спрашиваете у хирурга пластического, какими нитками он шьет, да, то есть вы же не выбираете по ниткам себе хирурга пластического, поэтому по имплантам выбирать себе доктора тоже, наверное, не очень правильно. Но здесь, наверное, по принципу скупой платит дважды. Ну, смотрите, в принципе, чтобы вот… То есть стоит ли экономить? Чтобы не переплатить и сэкономить на имплантации, да, потому что, да, это не дешевый метод восстановления зубов на сегодня, чтобы не переплатить, надо не переделывать работу по несколько раз. Для этого самый правильный подход – это сформировать комплексный план лечения. То есть когда мы сделали компьютерную томографию, специалисты всех отраслей, то есть терапевт, ортопед, хирург, парадонтолог, при необходимости ортодонт, да, то есть все специалисты составили план лечения, как прийти к идеалу, к тому, что было вот изначально как природой заложено, и дальше мы уже пошагово этот план лечения реализуем. И вот реализация комплексного плана лечения, она будет всегда более выгодной, нежели это будет, знаете, ну, залатывание каких-то вот дыр, да, то есть здесь делать, здесь делать, потом тут. Вообще, да, как проводится эта процедура имплантации? Прямо коротко? Если вкратце, то фактически мы подготавливаем кость, то есть фактически мы ее сверлим, и в нее закручиваем винтовой имплантант. Потом кость врастает в этот имплант, и имплант становится частью костной ткани. Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях был хирург, имплантолог, руководитель клиники «Довинчи» Даниил Абакумов. Когда необходимо ставить брекеты и стоит ли ставить их взрослому человеку? Об этом буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вы смотрите «Катунь. Лайф. Здоровье». Как проходит ортодонтическое лечение на брекетах? Об этом поговорим со стоматологом-ортодонтом, заместителем директора клиники «Кариб» Центр современной стоматологии Ольгой Новокрещеновой. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Добрый вечер. Ольга Владимировна, вот с какими проблемами нужно обращаться к врачу-ортодонту? Основные проблемы – это эстетические и функциональные. Эстетические – само слово говорит за себя. То есть это проблема с неправильным положением зубов. То, что видно, когда человек разговаривает и улыбается. То есть неправильное положение – зуб сильно выступает вперед. Или наоборот – зубы не видно. Это может быть нарушение при улыбке. То есть зубы сильно выстоят из-под верхней губы или их совсем, опять же, не видно. К функциональным проблемам относятся проблемы с нарушением приема пищи. То есть человек не может полноценно откусить и пережевывать какой-то продукт. Это может быть нарушение, связанное с положением челюсти. То есть одна челюсть сильно выстоит впереди, а другая, например, слишком западает, находится в большом дефиците. Страдают лицевые признаки. То есть это основные эстетические и функциональные проблемы, с которыми чаще всего обращаются пациенты. Или мы бы хотели видеть таких пациентов у себя, чтобы могли помочь им. Ольга Владимировна, а какие аномалии зубов встречаются? Аномалии зубов возможны по четырем, например, показателям. Аномалия формы зуба. Физиологически все зубы имеют определенную форму. Например, резцы всегда плоские с режущим краем. Клык вообще имеет уникальную форму с большим объемом эмали, с рвущим бугром. Группа премоляров – двухбугровые зубы. Группа жевательных зубов – маляров с большой жевательной поверхностью, огромной. То есть все, что задумывала природа, она вложила в каждую группу зуба. И аномалии формы зубов тоже бывают разными. Например, резцы не плоские, а бочкообразные. Или с выраженным эмалевым валиком, который эстетически смотрится некрасиво. И с этим что-то тоже можно сделать? Да, и с этим тоже можно сделать. То есть если есть ортодонтические показания, то, конечно, поможет ортодонт. А потом уже в помощи ортодонта может быть и терапевт-стоматолог, который сделает реставрацию. Или врач-стоматолог-ортопед, который поможет как-то поменять, изменить форму зуба. Ольга Владимировна, какие аномалии зубного ряда существуют? Зубные ряды тоже могут иметь аномалию по форме. Когда зубной ряд, например, в виде трапеции. Или вытянут вперед и сужен. Это может быть аномалия размера зубного ряда. То есть маленький зубной ряд, на котором не помещаются все зубы, которые заложила природа по размерам и по форме. То есть они располагаются тесно, соответственно. Эстетически это некрасиво выглядит. И довольно сложно ухаживать за такими зубами. И даже может развиваться кариес и откладываться твердые зубные отложения. А аномалии прикуса? Какие они бывают? Аномалии прикуса? Прикуса несколько вариантов. Это может быть связано с неправильным развитием челюстей. Например, чрезмерно развитая верхняя челюсть и недоразвитая нижняя челюсть. Это может быть наоборот, когда значительно увеличена в размере нижняя челюсть, а верхняя, наоборот, в меньшей степени. А можно ли вообще исправить эти аномалии? Я могу сказать так, что на сегодняшний день практически любую патологию можно исправить. Хорошо, что существует ортодонтическое лечение и довольно широкий спектр ортодонтических аппаратов. Исправлять можно в любом возрасте. И у маленьких детей, и у подростков, и у взрослых людей, и пожилых. Были бы для того показания. И давайте поговорим об основных методах ортодонтического лечения. Тоже вы принесли нам много макетов. Что за основные методы? Наверное, брекеты. Начнем с них. Брекеты? Ну, я бы их не стала ставить на первый план. Тогда пластинки. Потому что каждый аппарат, если он правильно подобран по показаниям для пациента, он великолепно сработает, и мы получим отличный результат. Например, если начать с пластинок, со съемных аппаратов. То есть вот это пластинки у нас, да? Да, это съемная ортодонтическая пластинка. Изготавливается она индивидуально для каждого пациента. В этом есть, конечно, плюс. Пациенту относительно комфортно. Дети довольно быстро привыкают к пластинкам. И при правильном ношении и регулярном посещении ортодонта получаем хороший результат. Есть съемные аппараты, изготовленные фабричным путем. Они больше носят функциональный характер. Работают с мягкими тканями, с языком, с круговой мышцей рта. Когда эти органы оказывают отрицательное действие. И возможно, что меняют положение зубов в худшую сторону. Такие аппараты, как ластокорректоры или трейнеры. Что касается несъемных ортодонтических аппаратов, которые показаны на этом типодонте. Ну да, это брекеты. Великолепный аппарат, довольно мощный и очень умный, как я всегда говорю. А почему умный? Нет, умный, а потому что позволяет перемещать зубы в четырех плоскостях. Если пластинка, она работает, как правило, в одном направлении, то брекет может поменять положение зуба по высоте, поднять или опустить зуб. Может поменять положение зуба путем ротации, то есть раскручивания его по оси или против часовой стрелки. Может двигать зубы корпусно и отклонять коронку в переднем или внутреннем положении. То есть четыре положения можно изменить у зуба, если носить брекеты. Брекеты бывают металлические, то есть те, которые мы видим. Плюс этих брекетов не могут быть маленького размера. И бывают эстетические, из материала, который менее заметен. Как правило, это упроченная керамика, но они всегда по размеру чуть больше. Работают практически одинаково. Катя, какие-то есть вопросы у наших телезрителей? Но все-таки, когда ребенку нужны пластинки, а когда брекеты? Как маме выбрать? Чаще всего пластинки съемные показаны детям после четырех лет. И работают эти пластинки, как я уже говорила, как правило, в одном направлении. С пластинкой можно немного простимулировать рост верхней челюсти или поменять положение одного или нескольких зубов. Пластинка может у ребенка служить как протез. Когда, допустим, произошло раннее удаление временного зуба, и чтобы хранить место для будущего постоянного, делают пластинку с искусственным зубом. То есть как называемое детское протезирование. То есть вот здесь показано на пластинке, есть искусственный зуб, который хранит место и выступает, кроме того, что пластинка работает, выступает как протез, который хранит место для постоянного зуба. И стоит ли упрямлять молочные зубы? Я, как ортодонт, я считаю, что к временным зубам нужно относиться так же серьезно и с полной ответственностью, как к постоянным зубам. И мнение о том, что временные зубы поменяются, и можно будет потом что-то сделать, но это не совсем правильно. За временными зубами нужно ухаживать, их нужно своевременно лечить, причем с восстановлением анатомических особенностей каждого временного зуба. Мы, конечно, будем еще разговаривать с детским стоматологом об этом. А мы хотим вас спросить, а стоит ли взрослому ставить брекеты? Опять же, как ортодонт я могу сказать, что всегда этот шанс нужно использовать. Многие считают, что взрослый человек уже опоздал. Ничего подобного. Развитие наше мнение. Да, это миф. Главное, чтобы было желание. На сегодняшний день при современных технологиях стоматологии, конкретно в ортодонтии, нет возрастных противопоказаний. Единственное, что немного меняется подход в лечении. Но достигаются великолепные результаты. А самый возрастной пациент, который у вас был? 65 лет. 65. Все прошло удачно, конечно. Все прошло хорошо. Кроме того, что мы исправили зубы, мы сохранили этому пациенту зубы. Изначально это были проблемы с парадонтом. И в результате этого заболевания связочный аппарат ослабевает, костная ткань убывает, и зубы готовы. То есть парадонтоз можно лечить на брекетах, правильно я понимаю? Здесь я бы не так сказала. С помощью брекетов можно сохранить зубы на более длительное время. То есть человек будет пользоваться своими зубами. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Напоминаю, у нас в гостях был врач-стоматолог, ортодонт, зам директора клиники «Кариб», Центр современной стоматологии Ольга Новокрещенова. Когда необходимо в первый раз привести ребенка к стоматологу? И на что следует обращать внимание при смене зубов? Об этом поговорим после небольшого перерыва. А сейчас новости с субтитрами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Здравствуйте! Вы смотрите «Катунь. Лайф. Здоровье». И мы продолжаем. Когда необходимо в первый раз привести ребенка к стоматологу? У нас в гостях детский врач-стоматолог, врач-ординатор кафедры детской стоматологии АГМУ, врач-стоматолог общей практики клиники «Кариб» Центр современной стоматологии Полина Антонова-Дитрих. Здравствуйте, Полина Алексеевна! Здравствуйте! Так, все-таки какие-то есть особенности детской стоматологии и применимы ли взрослые подходы для детей? Да, детская стоматология – это отдельный раздел стоматологии. Маленькие пациенты требуют к себе особенного подхода, внимания. Детские стоматологи обладают специальными методиками для лечения детей. Также у нас определенные есть инструменты, пломбировочные материалы, которые подходят именно для детей. Да, и очень важен, конечно, это психологический аспект в нашей профессии, то есть найти подход. То есть какими особенными качествами должен обладать детский стоматолог? Детский стоматолог, я считаю, что прежде всего должен любить детей, также быть стрессоустойчивым и уметь адаптироваться к ситуации, который в любой момент может поменяться у нас на приеме. Абсолютно соглашусь. Скажите, вот когда необходимо в первый раз привести ребеночка к стоматологу? Я рекомендую первый раз показать ребенка в 6 месяцев. То есть так она, да, в 6 месяцев? Да, когда прорежется самый первый зуб. Но данный прием больше будет направлен на родителей, потому что родителям доктор расскажет, как правильно ухаживать за зубами малыша, также как детское питание влияет на здоровье полустирта. То есть больше такой профилактический прием? Да, это будет профилактический прием. А какие основные нарушения развития и прорезывания зубов существуют и встречаются у детей? Нарушения развития… То есть, может быть, раньше прорезывается, да, там позже? Да, нарушения развития бывают абсолютно разные. Здоровье матери во время беременности влияет на развитие зубов. Ведь на 6-7 неделе внутриутробного развития у нас происходит закладка зубов. При различных патологических процессах во время беременности у нас происходят различные аномалии. Например, аденсии. То есть нет зуба, да? Да, когда нет зуба. Вот, затем аномалии формы и размеров, нарушения развития зубов. Например, гипоплазия. То есть маленький зубик, да? Нет, гипоплазия – это некариозное поражение. Даже так? Да, которое характеризуется нарушением созревания белковой матрицы эмали, то есть нарушением минерализации эмали. Вот, оно встречается практически у половины детей, младшего и школьного возраста. Оно незаметно родительскому глазу и очень часто осложняется кариесом. То есть гипоплазия, она выглядит как белое пятно, которое не потеряло блеска. То есть у нас существует кариес в стадии пятна, например, да? Это тоже белое пятно, но если мы его на стоматологической установке высушим воздухом, оно у нас потеряет блеск, оно будет матовое. Гипоплазия у нас не теряет блеска, но это уже только сможет отличить врач-стоматолог. А это нужно лечить, да? Гипоплазию эмали нужно укреплять. А её нужно укреплять, да? Это нарушение структуры эмали, то есть её недоразвитие. Если её не укреплять, она со временем может превратиться в полость. Вот, поэтому нужно обязательно сначала укреплять, использовать гели и стараться не допустить осложнение. Хочется спросить, у меня ребёнку делали серебрянку. Вот сейчас используются такие методы? Помню, зубы были совершенно чёрные. Это для чего было? Вы используете ли сейчас в своей практике? Нет, я в своей практике сейчас такую методику не использую. Ну, раньше не было укрепляющих гелей, поэтому зубы серебрили. Ну, во-первых, это не очень эстетично, конечно, выглядит, когда зубы тёмные у ребёнка. Сейчас у нас другие совершенно методы. Это ремини-разделющие гели на основе кальция, которые укрепляют эмаль. И вот как раз серебрили кари из стадии пятна. Так сейчас кари из стадии пятна мы лечим по-другому. Катя, какие у нас есть вопросы ещё? Ну, вот как раз заговорили о разрушении зуба. Какие-то ещё способы существуют сохранить здоровье зубов при разрушении? Молочные зубки как-то можно сохранить. Ну, всё начинается именно когда зуб разрушен. Ну да, например, когда зуб разрушен. Когда зуб разрушен, например, можно поставить на зуб коронку. То есть, да, ставят на зуб коронку. Такой тоже метод есть лечение. Но, конечно же, мы стараемся не допускать до сильного разрушения. Потому что очень часто, когда зуб сильно разрушился, к нам приходят уже с воспалением. То есть, это появился отёк, появился на десне свищ. И в данном случае мы вынуждены такой зуб удалять. Потому что у нас, скажем так, выше молочного зуба, если мы говорим про верхнюю челюсть, либо ниже молочного зуба, если мы говорим про нижнюю челюсть, находятся зачатки постоянных зубов. И если это воспаление распространится на эти зачатки, может возникнуть либо гипоплазия эмали, про которую я рассказывала ранее, в худшем случае зачатка может не стать. То есть, поэтому необходимо сохранять молочные зубы для того, чтобы не было воспаления на постоянных зубах. Или ещё какая-то есть причина для сохранения молочных зубов? Прежде всего, молочные зубы нам нужны не только, точнее, ребёнку нужны не только для пережёвывания пищи. При здоровой полости рта ребёнку легче добиться чёткой дикции, научиться быстрее разговаривать. Когда у нас, у ребёнка теряются очень рано зубы, а это бывает часто, особенно, когда ребёнок теряет передние зубы, то у него нарушается дикция, и ребёнок потом очень долгое время просто не научится выговаривать эти звуки, научится позже, когда уже прорежутся постоянные зубы. В худшем случае сформируются неправильные прикусы, и тогда нужно будет уже обратиться к ортодонту. Расскажите, коротко, как ухаживать за полостью рта маленького ребёночка? Прямо коротко, какие-то базовые вещи. У нас есть предметы гиены, такие как щётка зубная на пальчник, то есть это силиконовая щёточка с мягкой щетиной. Она надевается на, например, указательный палец родителя. И, соответственно, нужно, чтобы ребёнок комфортно себя чувствовал при чистке зубов. Да, конечно, ребёнок будет себя комфортно чувствовать, это будет делать мама. Наносим пасту и потихонечку убираем весь налёт. Спасибо большое за подробные и интересные ответы. Напоминаю, у нас в гостях был детский врач-стоматолог, врач-ординатор кафедры детской стоматологии АГМУ, врач-стоматолог клиники Кариб, Центр современной стоматологии Полина Антонова-Дитрих. Здоровые зубы – залог крепкого здоровья многих органов и систем всего организма. А профилактика заболеваний всегда дешевле, легче и эффективнее, чем лечение. Вводите в свою жизнь полезные привычки, и тогда зубы сохранятся, и здоровье будет крепче. С вами была программа «Катунь. Лайф. Здоровье». Увидимся ровно через неделю на «Катунь-24». До новых встреч!